Череда праздников. Хорошо ли это? Наверное, да, для тех, кто хочет жить. Вопрос, как хотеть жить? Умный-разумный приведет с детства стремление к лучшему. Лучше для нового поколения, так это всестороннее развитие детей. Еще лучше, когда дети с молодых корней будут изучать другие языки. И вот у нас дивное правило, только русский. А как быть с татарами, которые учат и татарский язык? Или с башкирами, или со всеми человеками, богатой на национальности России? То есть адыгеец говорит на двух языках с детства, на адыгейском и русском. Почему мы русский говорим только на одном, а? Оптимальные языки для познания. Русский, английский, китайский, для меня испанский. К сожалению, я владею только двумя. И это, по сути, мое правило жизни. Я живу, потому что я знаю английский. Хотелось бы это сказать и в школе, однако выпустили двоих работников ТВИНа, малость странных, в своем общении. Естественно, у меня есть сын. Из четырех лет он учит английский. Два года в Васиной школе, а теперь у него лучшее произношение от специалиста школы номер 33, затем уже познавший языки в инфаке, и после этого учивший английскому и греческому, а также русскому в греческой школе. Круто? Да. А как Вы хотите? Да, сейчас многие школы, и практически все учат языки со второго класса. Вот только вопрос к педагогам. Часто ли Вы бывали за рубежом? Я понимаю, может быть, Вы и на инфаке были медалистом, но не будь у Вас нескольких лет за границей, качество языка Вы не поняли бы. А этот специалист и был за границей. Мало того, сын у него живет там. Да, она ездит и к нему, и делится знаниями с магнитогорскими детьми, знаниями английского языка. Замечательно. Я хочу дать Вам больше любви. И хочу сказать прямо вверху, иметь добрый новой день, и тогда счастливый год. О, молодец. Итак, вернемся к воспитанию. К дополнительному воспитанию. Я сниму головой перед сыном, если он во втором и в третьем классе покорит меня своим художественным чтением. Ну, я-то был лучшим специалистом в этом возрасте в городе. Но сегодня он меня удивил своим знанием и наизусть русских стихов. Покорил не только меня, но и Деда Мороза. Говорят, в основной год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда взрывается. Могут даже у тебя взбываться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать. И иметь терпение. И учебу не считать за свое мучение. Тоже нам не создать скромное желание. Нам отлично выполнять школьные задания. Чтобы так ученики стали заниматься. Чтобы двойки в дневники не смогли пробраться. То есть, вот вам результат Реноме. Отличная речь на английском и лучшее образование на русском. Чем это не правило для тех, кто может себе позволить 4 урока в неделю. С лучшим педагогом. Конечно, лучших и правильных в городе много. Я всех не знаю. Но то, что я вижу в Реноме, мне нравится. С аппликатору 6 лет, а он говорит на английском то. Правильно? К слову, где это можно сделать? Здесь, на Ленина 133 и на Октябрьской 15. И по сути событий, мы неоднократно снимаем детский праздник. Потому что в этом смысл нашей жизни. Не во мне, не в нашем благосостоянии, а в наших детях. Что мы сможем для них дать? Вот это для меня самое главное. Мы пришли сюда, в детский центр Реноме. В смысле, это не просто детский центр. Это центр дополнительного образования. К слову о том, что не обязательно сюда могут прийти дети. Естественно, почему нет? Почему взрослые не могут этим делом заниматься? Ведь вы же должны понимать, что со временем такое случается. И мозги тоже вылетают. Так вот, лучше и для всех первоначально изучать английский и разные другие языки. То, что вам необходимо. И тогда жить-то мы будем дольше. Но сегодня и сейчас мы пришли и показали вам, что здесь люди учатся не только разговаривать на английском. У них еще и дополнительное образование. То есть, они уже и по-русски хорошо читают стихотворение. И к слову о том, что посмотрите, как мой сын меня реально сделал. То есть, в 6 лет он уже умеет читать по-русски. Он уже 3 года работает по-английски. У него замечательная растяжка. Он завоевывает кое-какие призовые места. И вообще. То есть, вот о чем мы будем говорить. То есть, это наше будущее, наши дети. Так что, давайте вместе будем заботиться о них в том числе.